Этот дом на Кирово-8 ни зимой, ни летом не обходит стороной волонтеры Союза молодежи. Буквально круглый год здесь кипит работа. Прикапывается огород, собирается листва, кулются дрова, подпиливаются ветки и чистится снег. Так активисты в полной мере компенсируют отсутствие хозяина в жилище. Прямо сами набиваются, можно сказать. Так в субботу, вот 6 числа, да, звонят. Не механая, вам там помочь, нужно что-то. Вы знаете, что я ей говорю, боже, конечно, приходите, мы будем очень рады. Мама всегда приветствует, всегда с ними разговаривает. А у меня, вы знаете, слезы, слезы радости. Какие наши дети. Представляете, я не просила, но они сами. Они пришли и начали его так же, как и сегодня БРСМ, да. Какие у них лица. Они довольны, что они кому-то помогают. У нас какое хорошее поколение растет. Вы знаете, все говорят, что такие, такие, не такие. Они очень хорошие. Физическая помощь ветеранам войны, уверены военные, это лишь малая часть того, что заслуживают защитники Отечества. Сегодня в Бобруйске их осталось лишь 84. Без внимания не остается ни один участник боевых действий. Кстати, хозяйка этого дома Екатерина Богдан 1 марта отметит свое 99-летие. Такие акции сейчас в данной погоде, они очень актуальны, поскольку пожилым людям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, необходима наша помощь. Мы должны чтить и помнить нашу связь прошлых поколений, кто помог нам отвоевать в мирное небо над головой. На помощь к пожилым приходят и социальные работники. В комплекс услуг, кроме покупки продукта, выписки рецептов, оплаты коммуналки и уборки в доме, входит еще и очистка дворовой территории от снега. Любой пенсионер старше 60 лет, либо инвалиды первой и второй группы могут воспользоваться этой услугой. Наш номер телефона 72-73-65. Наш адрес 50 лет в ЛКСН-19. Пенсионерка Анна Поселенцева признается, в такую заснеженную зиму без посторонней помощи не обойтись. После обильного снегопада выйти из собственного дома проблематично. Борьбу с угробами приходится вести чуть ли не каждый день. Она мне как дочка, помогая все, вот горы снега она чистила, и в доме все помогая, покупая лекарства, продукты, выписывая лекарства. Что попросишь, даже не просишь, она видит сама какую-то работу, она молодая, спрытная, раз-раз она сделала, все готово, я гляну, цена не успела, уже сделано. Приятно и хорошо. К слову, волонтеры БРЦМ готовы прийти на помощь к одинокопроживающим, инвалидам и другим нуждающимся людям. Активисты движения «Доброе сердце» могут не только почистить снег, но и принести дрова или воду и помочь чем нужно по дому. Заявки принимаются по номерам телефонов, которые вы видите на экранах.